И вам тоже будет со временем спитно. И я очень надеюсь, что вы попадете в число тех, кому запретят заниматься журналистской деятельностью. А на вас даже раз вы призываете к этой иллюстрации, на вас это демократично? Очень демократично. Подонков надо отстранять от преподавательской деятельности, от государственной деятельности и от журналистов. А все, кто здесь собрался сегодня, на ваш взгляд, это местальные, чистые, честные люди, не подонки. Вы знаете, должен нам просто повторить, с 6-го, 6-го, 6-го человек вышли в 68-м году, вот такие же, как вы, их обвиняли в том, что они предатели. Андрей Мечасак... Ну что, я обвиняю, я просто пытаюсь понять, что в Литве надо обсуждать российские правды? Потому что арестуют там. Ну кого именно в России? Всех арестуют, тех, кто будет обсуждать. Гарик арестуют и будут преследовать их. Одного же Пономарёв арестуют, Алика Коха. А вот вы спокойно живёте в России, выражаете своё мнение. Могут убить? Могут убить. А у Боли Немцова были проблемы с законом? Дело Немцова полностью расследовано. Это не правда, вы это знаете. Вы знаете, что главный заказчик подозван. Вы знаете, что фактический заказчик Владимир Путин и на атмосфер сутки Путин. Идёт время, всех назовём. И его решение по поводу сбитого Боинга получит оценку международного трибунала. И преступление против человечности в Украине было получено. Вот то, к чему вы сейчас призываете, очень напоминает то, что сейчас происходит в Украине. Те, кто пришёл к власти, расправляются. Очевидно, наверное, вы не будете отрицать это. Вы расправляются своими абонентами. Я это буду отрицать. И об этом говорю постоянно в Украине. Закон администрации не действует. А оппозиционный блок, который существует, это все вот эти самые Януковичи люди. Они остались в политической системе. Не работает закон администрации. На наш взгляд, это путь, в котором даже Россия прийти. Вот то, что на Украине творится сейчас. Обязательно. Потому что этим путём прошла Чехия. И нормально развивается. Все страны Балтии прошли этим путём. Все. Те, кому не задали. То есть, что на Украине отсекли фактически от политической жизни миллионы людей, это нормально. В чём есть миллионы людей? Ну, потому что Донбасс не участвует ни в чём. Отсекли подонков, которые... Донбасс, Гиркин, ГРУ, ФСБ... Секундочку. Там же есть несколько миллионов человек. Дети, женщины... Они оккупировали. Территория оккупирована Россией. Причём здесь эти женщины и дети, которые лишены права участвовать в Украине. И кто лишил права? Мы их оккупировали. Россия. Мы оккупировали эту территорию. Заслали туда просто уголовников. Ну что? Это решение проблемы. И решается проблема Путина. Мы с вами сейчас просто обсуждаем всё на свете. Я хотел про конкретные мероприятия спросить. На ваш взгляд, конечная цель? Зачем вот, в принципе, нужен этот форум? Эта дискуссия? Для чего? Цель дискуссии, в данном случае, понять, как мы можем выбросить из этого ужасного состояния Россию, который её завёл в Украине. В каким духе? Потому что... А в чём уже? Уровень жизни падает просто ежедневно. Больше 50% граждан уже ниже уровня бедности. Перспективы России в изоляции в полной. Перспективы экономического развития отсутствуют. Просто отсутствуют. Никто не хочет больше инвестировать в Россию. Бизнес существовать не хочет, он и мечтает. Надо что-то делать, потом... То есть у вас экономические проблемы, в первую очередь? Ну и они не решаются бесполитически. Нужно что-то делать, чтобы этот режим отстранить от власти. Потому что это преступный режим. Это режим по полной... Конституционно в любом государстве призывать к отстранению режима, можно сказать, законы. В любом государстве... А вот если вы, например, находясь в Литве начнёте... Да, да, да. А вот как меняется? Она меняется только путём выборов закона, так? В тот момент, когда власти отменяют выборы, или когда выборы превращаются в фикс, как это произошло в России. Этот метод смены власти становится невозможным. То есть вы призываете к свержению именно штуку власти в России? Нет, я призываю не к свержению, я призываю к смене власти. И буду на этом настаивать, потому что если... Утем выборов или как? Как менять власть в России? Выборы в сегодняшних условиях невозможны. Это фикция. Тём создание ситуации, когда выборы будут возможны, когда у граждан России будет выбор. Вот именно об этом мы и будем говорить сегодня. Последний вопрос. Мы сегодня пытались со многими вашими коллегами общаться. Алексей, я об этом тоже сказал. Очень странная реакция. Как бы ни относились вы к российским журналистам или пропагандистам, как вы говорите, но это что, даёт право хватать, бить? Вот ваше отношение личностное какое-то ко мне даёт право хватать, бить, вырвать микрофон, это демократично. Вы не журналисты, вы пропагандисты. Хорошо, я пропагандист, давайте с вами согласимся. И что, можно вот у меня отбирать технику? Если у вас отобрать технику, вам купят в десять раз больше. Что вы? Тот же самый Сечин. Вы то ли заход призываете, то ли по понятию. Вы ж определитесь, по закону или по понятию. Сечин получает в день ровно столько, сколько стоят ваши все камеры. Не волнуйтесь, вам купят новые. Нет, ну просто вот интересно мне, люди, призывающие демократические ценности, в какой бы, может быть, вам неприятной для вас ситуации, вы не находились в этот момент, ну как, можно хватать, применять силы? Я просто, да, извините, я за ваших коллег вас спрашиваю. Нас сегодня похватал, кто только не похватал. Нет, мои коллеги, мои коллеги просто люди, чисто простые. Я себя считаю врачом. Я общаюсь с вами, потому что надеюсь на то, что на вас произведет какое-то впечатление. Вам спасибо большое за то, что вы общаетесь, потому что мы, в принципе, ровно того же хотели и от всех ваших коллег, которые здесь работают. Они молодцы, я не такой принципиальный человек. Они не могут общаться с... А что вы рассчитываете в России, если вы не общаетесь со средствами массовой информации России? Вы не средства массовой информации, ну перестаньте. Когда у нас... Вы же говорите всем, что федеральные каналы запудрили всем головы, федеральные каналы всем все запудрили. Ну так вот, общайтесь с федеральными каналами. Вы пропагандисты. Вы не средства массовой информации. То, что я вам скажу, там, половина, там, 90 процентов. Вы просто выявили. Я сейчас работаю не с каналами, я работаю с вами. Я пытаюсь вот лично вас убедить, что то, что вы делаете, это маленькое преступление, очень опасное, за которое вам лично придется... А конкретные примеры преступлений? Нож... Нож участия в пропагандистских компаниях, распространение ложной информации. Я думаю, что... Я думаю, что... Ложь, ну какая ложь, что вы... Ну, вы включаете в канал, и, так, по поводу Савченко, вот, то, что сейчас передается. Потоки лжи, по поводу ситуации в Украине. Ну, то, что вы сейчас говорили, пытались вставить в диалог наш. Но обычное, не очень нечестное, очень нечестное. В Украине честное, я сейчас на возле журналисты. Да. Да? В Украине разная, в Украине разная журналистка. Есть честная журналистика, есть нечестная журналистика. А в России только одна журналистика, или то, что называет себя журналистом. Вот и вы. Спасибо вам большое. Спасибо.